Привет, я Егор, и сегодня я граф, а это Лимб, где мы говорим о мертвом и мертвых, об истории. Сегодня мы продолжим экскурс в страну сапуры и огромных человекоподобных роботов. Тема этого выпуска в дополнение к предыдущему самураи, ну и на фоне краткая история Японии. Как бы не хотелось провести пару-тройку аналогий, слово самурай вовсе не означает ни рыцаря, ни аристократа, ни феодала, а является понятием совершенно самобытным и уникальным. К тому же самурайское сословие видоизменялось чуть реже, чем выходит новый айфон. Началось становление самурайства в конце 8 века, когда официальная власть в Японии, столичные аристократы Куге и император, были сплошь пацифистами, поэтами, музыкантами и прочими хиппи. Антивоенные настроения были такими модными, что военная служба периодически становилась формой наказания. Кстати, забавно, что в современной Японии военная служба тоже считается уделом маргиналов и неудачников, не нашедших себя на гражданке. А вот за пределами столицы подобные розовые очки совершенно не годились для жизни. Дело в том, что японцы в Японии и население пришлое, как незабавно. А изначально эти островки населял народ Айну. Тогда их называли имиси, но не суть важна. Это такие полудикие племена почти европейской внешности, которых японская экспансия совершенно не устраивала. Кстати, именно благодаря знакомству и вечной войне с Айну европейцев японцы приняли за дикарей и варваров, а не за каких-нибудь там инопланетян или полубогов. Ну и изгнанным из столицы аристократам все-таки приходилось заниматься ненавистным делом. Война. И наиболее эффективным способом заниматься этим ненавистным делом стала верховая стрельба из лука. С тех пор, кстати, и закрепилось правило о том, что лук это главное оружие самурая. А вовсе не какая-нибудь там катана. Собственно, любой японец того времени, даже самый благородный, обзавидовался бы и римским всадникам, поскольку лошадей в Японии всегда было, ну, чуть-чуть больше, чем, я не знаю, в Моровинде. А пригодиться это им могло только если они оказались в опале. Ну и вообще было как-то западло вступать в бой пешими. В то время этих товарищей называли буси. И от этого слова в итоге произойдет бусидо, путь воина. Этакий самурайский кодекс чести. А слово самурай от глагола самура служить применялось только к простой пехоте. Впоследствии оба слова станут синонимами. Также забавно, что буси, в отместку своим бывшим столичным друзьям, даже начали подражать варварам, с которыми они боролись. Такие вот древнеяпонские фрики. И, кстати, именно в это время появляется титул сёгун, изначально тай-сёгун. Так называли временного полководца, который руководил военным походом против варваров или усмирением восстания. Со временем эти изгнанные, косящие под варваров вояки провинциалы стали назначаться наместниками различных японских земель. Причина очень проста. Столичные аристократы Куге были столичными. И, собственно, самолично ни в какой провинции ничем они управлять не хотели. И так формируется целая прослойка общества, которое все время занимается только войной и местечковыми административными разборками. А внутри этой прослойки начинают формироваться совершенно независимые кланы, которые потихоньку становятся реальной властью. Кульминацией стала, как и положено, гражданская война. По итогам которой глава клана Минамота убедил императора выдать ему титул сёгуна, сделать этот титул пожизненным и значительно расширить его полномочия. Агрессивные переговоры, это что? Э, ну, их ведут с помощью световых мечей. С этих пор, на много столетий, титул императора стал чем-то символическим, а сёгун стал первым парнем на деревне. А это при том, что он, в отличие от Сына Неба, не считался сверхчеловеком или полубогом. А главным органом стал не императорский двор, а Баккуфу, военная ставка сёгуна. Так, с 12 века начинается эпоха сегуната Камакура, по названию города Камакура, время расцвета самураев. Официальной религией вместо родного синтоизма становится дзен, в Японию пытаются приплыть монголы, но их сдувает ветром, а также появляется современный японский флаг. Самураями в это время называют всех светских феодалов. От пафосных князей даймё до младших сыновей и мелких дворян, у которых из всех владений топол развалившийся хутор. Хотя именно в это время-то нищих самураев практически не было. Это характерная черта последующих эпох. В целом, самураи были довольны жизнью и являлись верхом пищевой цепочки в японском социуме. Каждый отдельный самурай отчитывается лишь непосредственно своему господину, самураю рангом повыше. В средневековой Японии вообще был установлен очень жесткий порядок правил для каждой прослойки общества. Крестьянин, самурай, торговец и монах, каждый знал, что ему положено и что ему не положено. Вплоть до прически. Компенсировалось самурайское социальное доминирование тем, что самурай реально должен был всегда быть готов умереть. За своего господина, конечно. Ну или удовлетворить его какими-нибудь менее традиционными способами. Ладно. Хотя это даже Бусидо советует, но о нём попозже. Короче, самураи перестали быть обиженными маргиналами, а стали самостоятельным, вполне себе пафосным сословием. Продолжение следует...